Здравствуйте! Рада приветствовать всех! Наш очередной видеосюжет о недвижимости в Португалии и изменениях в программе золотой визы этой страны, изменениях 2021 года. Португальская программа была запущена в 2012 году. Она предполагает несколько вариантов инвестиций, из которых самые простые и надежные инвестиции в недвижимость. Но в декабре 2020 года власти страны сообщили об изменениях в программе. Они вступят в силу в начале 2022 года. Главное ограничение – исключение из программы жилой недвижимости в Лиссабоне, Порту и на побережье страны. Но инвесторы, подавшие заявки на получение золотой визы до 2022 года, сохраняют все преференции и могут претендовать на золотую визу, купив недвижимость в самых востребованных местах Португалии. Смотрите в нашем сюжете. Что важно знать о португальской золотой визе? Правила, статистика, предстоящие изменения. Как происходит оформление вида на жительство в Португалии? Рынок недвижимости страны и актуальные предложения под программу получения ВНЖ. Прежде чем начать разговор о грядущих изменениях в португальской программе, несколько слов о том, чем она отличается от своих аналогов в других странах Евросоюза. Золотую визу Португалии получает инвестор, его супруг или супруга, а также дети, причем не только несовершеннолетние, но и до 25 лет, находящиеся на иждивении, например, учащиеся и не находящиеся в браке. Для сравнения, максимальный возраст иждивенцев, имеющих право участвовать по программе вместе с основным заявителем, например, в Греции, 21 год. Раз уж я говорю о Греции, есть еще два недостатка ее программы по сравнению с португальской. Греческий ВНЖ не дает права на работу, в отличие от португальского. И для получения в дальнейшем гражданства в Греции требуется иметь статус ВНЖ в течение 10 лет и коридор пребывания не менее 5 лет. Латвия и Испания, также работающие с золотыми визами, как и Португалия, дают право на работу обладателям и членам их семей и принимают в программу иждивенцев до 25 лет. Но, как и в Греции, для последующего получения гражданства в этих странах необходимо проживать в статусе ВНЖ в течение 10 лет с коридором пребывания не менее 5 лет. Получается, Португалия выгодно отличается от своих конкурентов. Обладатели золотых виз могут получить гражданство уже через 5 лет, а необходимый срок пребывания в стране в это время составляет всего 7 дней в году. Этим и обусловлен колоссальный интерес к программе среди иностранцев, в первую очередь среди китайцев, которым не принципиально предстоящие изменения в программе. Они покупают недвижимость ради статуса резидента ЕС и получения паспорта через 5 лет, даже не рассчитывая пользоваться недвижимостью лично. Давайте посмотрим актуальную статистику по программе Португалия. Только в феврале 2021 года статус обладателей золотой визы получили 100 основных заявителей и 135 членов их семей. Среди основных заявителей 46 китайцев, 7 бразильцев, 5 арабов, 4 пакистанца и трое русских. За весь период действия программы с 2012 по 2021 год топ-5 стран менялся, но главные тенденции сохранялись. Внимание на экран. За весь период действия программы на первом месте китайцы. Было одобрено почти 4800 заявок. На втором месте бразильцы, но их в 5 раз меньше. Россияне всегда входили в топ-5 получателей золотых виз в Португалии, 363 одобренных заявки. То есть на протяжении последних 9 лет каждый месяц примерно 3 семьи из России получают золотую визу Португалии. При этом, несмотря на очевидные плюсы португальской программы, Грецию и Испанию наши соотечественники выбирают все-таки чаще, как правило, планируя регулярно отдыхать в этих странах и рассматривая перспективы переезда. В чем же заключаются предстоящие изменения в программе? До конца 2021 года приобретение любого объекта недвижимости на сумму 500 тысяч евро или более дает или давало, в зависимости от того, когда вы смотрите наш сюжет, право на получение золотой визы. Инвестор может приобрести один или несколько объектов недвижимости в любом районе Португалии, включая Лиссабон, Порту и Побережье. С 2022 года при покупке жилья будут рассматриваться только внутренние районы страны и острова. По текущим правилам получить золотую визу можно было, также купив объект под реновацию в определенных районах страны. Но после изменений в законодательстве Лиссабон, Порту и Побережье будут исключены и из этой схемы, пока предполагающей вложение от 350 тысяч евро. Впрочем, многолетняя статистика показывает, что за весь период действия программы по стандартной процедуре, то есть при инвестициях от 500 тысяч евро, одобрено более 8 тысяч заявок. А по программе реновации при инвестициях от 350 тысяч евро куда меньше тысячи. Вероятно, португальцы уверены, что при изменении программы возможность реновации потеряет свою привлекательность окончательно. В общем, для тех, кто хочет инвестировать в жилые объекты Лиссабона или Порту, а также в недвижимость на Побережье, не залезая вглубь страны, важно знать, успеть еще можно. У вас есть время до 2022 года. Перейдем к процедуре. Очень важно. Португальская программа активно работает в период пандемии. Совершить сделку и подать документы на золотой ВНЖ можно удаленно. Безусловно, самой процедуре покупки предшествует подбор объекта. Обычно для этого мы приезжали в страну, но что уж поделать, в последнее время все больше распространены показы онлайн и дистанционная покупка. До оформления сделки купли-продажи недвижимости в Португалии покупатель обязан получить ИНН в португальском фискальном органе. Стоимость оформления ИНН составляет 180 евро на одного человека, 220 на семейную пару. Перевод документов – это еще 15 евро. Получить ИНН и открыть счет в Португальском банке для проведения сделки можно по доверенности, оформленной на адвоката в России и отправленной курьерской почтой. В отличие от, например, Кипра, где для сделки понадобится доверенность заверенная в Кипрском консульстве, Португалия принимает обычные доверенности. Они могут быть заверенными нотариусами в вашей стране. Оригиналы доверенностей отправляются почтой. Перевод из заверения делается на месте. Доверенности выписываются на все необходимые шаги для дистанционного проведения сделки и подачи документов на золотую визу, получение ИНН, открытие счета, подписание договора купли-продажи и его регистрации и, конечно, подача документов на ВНЖ. Даже если покупатель имеет возможность лично открыть счет в Португальском банке, получить ИНН и выбрать недвижимость, что называется, жильем, все равно оформлять доверенность придется. Просто для того, чтобы юристы могли сопровождать сделку, предпринять необходимые шаги и исполнить надлежащие формальности. Юридическое сопровождение сделки и оформление золотой визы стоит около 1% от стоимости объекта. Помимо этого оплачиваются нотариальные, регистрационные и гербовые сборы, а также налог на переход права собственности. Вместе они составляют около 7% от стоимости недвижимости. Ежегодный муниципальный налог от 0,3% до 0,5% на вилы и апартаменты. Для подачи на золотую визу требуется стандартный пакет документов, удостоверяющих личность, паспорт, российский и заграничный, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, финансовые документы, выписки со счетов, справку 2НДФЛ и так далее, справка о несудимости и страховой полис. Если хотите получить подробную инструкцию по процедуре и список документов в письменном виде, узнать подробнее о налогах и других нюансах, обратитесь к нам с удовольствием, проконсультируем. Сделка в общей сложности занимает от 2 до 4 месяцев. После того, как инвестиция сделана, а заявление подано, в течение 45 дней вами будет получено одобрение и будет выдана виза, обычно сроком на 1 год. При последующем продлении золотая виза выдается уже на 2 года. В течение первых 5 лет для простого продления золотой визы необходимо лично присутствовать в Португалии 7 дней в году, точнее 35 дней в течение 5 лет. Также при подаче на золотую визу заявителей возникают дополнительные расходы в виде пошлин, страховок и расходов на юридическое сопровождение. По истечении 5 лет регламентированного продления, сохранения инвестиций и подтверждения пребывания в стране у вас появится возможность подать заявки на ПМЖ и потом на гражданство. К соискателям на гражданство предъявляются следующие требования. Временное жительство в Португалии в течение минимум 5 лет. Базовое знание португальского языка. Достаточный доход около 6 тысяч евро в год на человека. Официальный адрес Португалии. Вопрос о сдаче языкового экзамена можно решить, предоставив диплом об окончании двухгодичных сертифицированных курсов, таким образом избежав собственного тестирования. Но таковы действующие правила на сегодня. И гарантировать, что они сохранятся через 5 лет, никто не может. В заключении об уровне цен в Португалии. Что можно приобрести за суммы, соответствующие инвестиции на золотую визу? Для начала, какие объекты приобретают по программе реновации стоимостью от 350 тысяч евро? Пока этот сегмент еще существует. Как правило, речь идет о жилье в Лиссабоне и Порту. Выбор строго ограничен историческими районами, возраст здания должен быть не меньше 30 лет. Безусловно, можно подобрать квартиру в старом жилом фонде в подходящем районе и заниматься ремонтом, стоимость которого также учитывается в сумме 350 тысяч. Но так действуют единицы. Большинство покупателей, предпочитающие такой вариант, выбирают заранее утвержденные проекты. Девелопер выкупает подходящее здание, делает комплексную реконструкцию с заменой всех коммуникаций и сдает фактически новое жилье с отделкой под ключ. За 350 тысяч в таких проектах можно приобрести апартаменты, студию или квартиру с одной спальней. Локация будет идеальная для последующей сдачи в аренду. Есть даже варианты с гарантированной доходностью. Арендный доход составит около 4% годовых, естественно, до уплаты налогов. Апартаменты с двумя-тремя спальнями в таких домах будут стоить уже от 500 тысяч евро. В ценовом диапазоне от 250 до 700 тысяч евро можно приобрести неплохие квартиры на берегу океана в пригородах Лиссабона. Цена зависит от расположения и возраста дома, инфраструктуры в кондоминиуме, количество спален и вида из окна. Если вы хотите купить дом, бюджет, разумеется, увеличивается. Достойные португальские виллы стоят не менее 800 тысяч евро. Мы, конечно, говорим о предложениях в хороших локациях. Элитные виллы на побережье, спрос которым всегда стабилен среди россиян, стоят около полутора миллиона евро и выше. В ближайшей перспективе логично ожидать интерес к недвижимости во внутренних районах страны и на островах. Это те объекты, которые будут участвовать в программе в 2022 году. Сейчас цены там существенно ниже. Из районов, которые останутся в программе среди россиян, наибольшим спросом пользуется остров Мадейра. Вот здесь цены и сейчас не ниже, чем в Лиссабоне, Порту или Алгарве. Приличные апартаменты стоят 300-700 тысяч евро, а за виллу придется отдать не менее 800. Даже после вступления в силу изменений в программе, недвижимость на островах, включая Мадейру, будет разрешено покупать для получения золотой визы. Таким образом, сейчас покупка здесь – это выгодное капиталовложение с перспективой относительно быстрого роста цен. Уважаемые зрители, о Португалии рассказывать можно бесконечно, но давайте пока ограничимся этой информацией. Получить индивидуальную консультацию и профессиональный совет, исходя из ваших пожеланий, целей и задач, вы сможете, обратившись к нам. Контакты на экране. На этом прощаюсь. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok